здравствуйте уважаемые любители шахмат меня зовут илья левитов и на канале левитов чес приветствую подписчиков канала кто не подписан срочно нажимаем кнопку и вливаемся в наше динамично развивающиеся шахматное сообщество россии сегодня я вам расскажу про 10 главных читерских скандалов которые были до компьютерную эпоху вот сейчас друзья понимаете вы сидите перед компьютером у вас куча возможностей обманывать и 4 можете вот какой-нибудь включить который сам будет играть можете посадить товарища или красивую женщину которая будет вам подсказывать ходы возможности миллион возможности сколько хочешь и огромное количество людей к сожалению ими сейчас пользуются мы с владимиром борисовичем крамником в прошлом году всю эту затеяли катавасию которая как мне кажется сотрясает до сих пор шахматный мир и многие начинают осознавать масштабы бедствия масштабы читерства которая захватила онлайн шахматы но в онлайне 4 просто а вот в оффлайне 4 это вам друзья не шутки я вам расскажу сейчас о 10 самых знаменитых примечательных скандалов в оффлайн шахматах связанных с нечестной игрой там есть совершенно потрясающие детективные истории достойные пера артура канон дойля один из самых ранних читерских скандалов произошел еще в ту эпоху когда компьютер играли не так сильно но уже достаточно хорошо чтобы обыгрывать гроссмейстеров 1998 году в немецком беблингене проходил достаточно крупный представительный шахматный турнир и неожиданно перед последним туром в числе лидеров оказался любитель с рейтингом 1925 55-летний клеменс альверман последнем туре элемент альверман играл с гроссмейстером сергеем калиничем в момент когда калиничев остановил часы клеменс произнес уже ставшую легендарную в шахматном мире фразу правильно правильно сдались ведь тут мат 8 ходов позиция конечно была выиграна такую точную оценку вряд ли бы дал на тот момент даже чемпион мира гарри каспаров клеменса поймали дисквалифицировали и он исчез международный шахматный сценарий слышь мужики позвонить ты дадите вообще кстати интересно что очень часто читерами в оффлайне оказывались люди старше 50 лет так вот друзья понимаете вот жизнь проходит и где-то ты уже чувствуешь что все не можешь играть на прежнем уровне или не добился ты ничего в шахматах а достижение это хочется славы хочется быть знаменитым некрасиво вот этого ощущения что ты кого-то обыграл хоть и не честно заставляет людей идти на преступление в таком уже почтенном возрасте 2001 году проходил очередной чемпионат мира фиды по нокаут системе несколько мест которых разыгрывалось в онлайн турнире и так помимо замечательных и сильных шахматистов а в будущем великолепных комментаторов таких сергей шипов и тренер чемпиона мира магнуса карлсона питер хайни нильсон в нокаут попали французы оливье тузан и нукзар зеляков первые партии тузана и зелякова на очном турнире шокировали любителей шахмат и специалистов тузан черными в одну калитку обыграл 15 чемпиона мира вишванатана ананда а не имевший рейтинга зеляков сыграл в ничью с александром маразевичем вот может быть и оттуда у саши пошла это глубокая психологическая травма связанная с нечестной игрой связанным с читингом но если в случае с тузаном который все-таки был международным мастером все возможно то зеляков после того как на турнире установили металлоискатель ответную партию проиграл маразевичу уже в 17 ходов после этого зеляков сыграл несколько турниров и на отметке 2322 прекратил выступление в шахматных соревнованиях если сейчас у нас шахматном мире бум индийских шахмат и число гроссмейстеров уже перевалило за 50 60 не знаю сколько их в общем их много то для 2006 года результаты шахматистов шармы и синха достигших рейтинга под 2 500 не могли остаться незамеченными после тщательных проверок под челмой шармы нашли bluetooth передатчик после чего он был дисквалифицирован на 10 лет а синха с поличным не поймали но достаточно быстро откатился в район 2250 кстати в онлайне многие многие индусы находятся под подозрением не только владимира борисовича но и других специалистов так что читинг в индийских шахматах имеет давние традиции друзья том же 2006 году произошел другой громкий случай на турнире в филадельфии я кстати однажды в этом турнире играл блестяще организованное соревнование который в итоге выиграл гата камский седьмом туре варшавский выиграл у замечательного израильского гроссмейстера и кто же комментатор ильи смирина буквально по первой линии а во время восьмого тура его вызвал к себе на беседу директор турнира варшавский разнервничался убежал в туалет почти на час вернулся подвергся обыску но ничего запретного при нем не нашли возобновленную партию против евгения найра варшавский проиграл и больше о его шахматных подвигах мы ничего не слышали один из самых громких читерских скандалов связан с болгарским шахматистом нет не веселином топалом как вы могли наверное а представить себя с бориславом ивановым после серии успешных выступлений иванова или иванова неважно на различных опенов в 12 12 и 13 годах десятки болгарских гроссмейстеров и мастеров подписали петицию о том что они не будут участвовать в одних турнирах вместе с ивановым если не будут приняты достаточные анти читерские меры сначала он был дисквалифицирован федерации на несколько месяцев но кстати не за читерство а за оскорбительные высказывания в адрес обвинивших его шахматистов а в конце 13 года федерация шахмат болгарии дисквалифицировала борислава навсегда связано это было сразу с несколькими скандалами на одном из турниров гроссмейстер максим длуги предположил что иванов получает подсказки с помощью азбуки морзы через передатчик в его ботинках при обыске борислав отказался снять обувь мотивировав это знаменитой фразой носки плохо пахнут задохнетесь а на другом турнире во время попытки обыске ванов иванов занервничал попросил приостановить проверку и сам снялся с турнира но что самое интересное что после ухода из шахмат его привлекли к административной ответственности совершенно по другой статье за подделку водительских прав как говорят американские мамы своим дочерям once a cheater always a cheater один раз изменит изменит и потом 2015 году на читерстве попался гроссмейстер гайос снеголидзе во время турнира в дубае его соперник тигран петросян тоже был под подозрением несколько раз не знаю не знаю обратил внимание на частое отлучение гайоса в одну и ту же туалетную кабинку который впоследствии нашли айфон ну или телефон который был спрятан за туалетной бумагой несмотря на то что неголидзе утверждал что это не его гаджет владелец устройства был залогинен в фейсбуке как гайос неголидзе в специальном приложении шел анализ его партии с замечательным гроссмейстером тиграном петросяном его лишили звание гроссмейстер однако он сохранил звание между 1 мастера и не так давно на одном из титульных вторников этот человек играл самим александром шимановым чем кстати закончилась эта партия я не знаю но это конечно удивительно как шахматном мире какая безнаказанность существует человека поймали на читерстве просто поймали с телефоном а он продолжает играть на ческоме вот прав крамник понимаете прав все-таки не хватает воли у шахматного мира для того чтобы наказывать людей и всем жить честно жить по не умеем мы к сожалению этого делать один из самых известных читерских скандалов связан с гроссмейстером игорем рауссисом после 50 лет как раз вот то о чем я говорил у него пошел необъяснимый шахматный подъем и он достиг рейтинга 2 700 у шахматного сообщества постепенно закрадывались подозрения и не зря на одном из турниров в страсбурге тысяч 2019 году его поймали в туалетной кабинке с телефоном знаменитые фотографии разошлись по интернету лишили его титула гроссмейстер и дисквалифицировали на 6 лет но он так любил шахматы так любил шахматы что попытался наклеив какую-то бороду и усы под чужим именем сыграть в турнире вот так друзья понимаете преодолев определенный возраст такая тоска видимо у людей наступает что они готовы на все чтобы принять блин участие в шахматном турнире так вот не не поверишь но тем не менее че то что не прошло мимо и юношеских шахмат в восемнадцатом году во время чемпионата европы в риге в туалете нашли телефон сохраненными шахматными позициями оказалось что обладателем гаджета является 13-летний марк маргунов который шел в лидерах своей возрастной группе в итоге был исключен из турнира и получил дисквалификацию всего лишь на полгода из-за своего юного возраста еще один относительно свежий случай произошел в конце двадцатого года в женских шахматах с поличной поймали между прочим чемпионка европы по юниоркам патрицию ващук во время турнира в городе устроена одна из участник катаржина двилевич которая даже не играла с ващука обратила внимание на бесконечные посещения патриции туалета зайдя в соседнюю кабинку двилевич встала на ободок унитаза и увидела что ващук анализирует позицию на телефоне по 30 дисквалифицировали на два года в итоге после бесконечных апелляций она делалась условным наказанием и к уже снова может выступать в турнирах ну и главный случай достойный пират джеймс хедли чейза произошел во время олимпиады в ханты-мансийске 2010 году пока мы с евгением бареева мы тогда возглавляли сборную россии боролись со сборной украины за золото немножко уступили замечательным украинским шахматистам в завоевали серебряные медали французский гроссмейстер себастьян феллер показал совершенно блестящие результаты не менее великолепные шахматы а потом выяснилось что этот результат был достигнут с помощью читерства но система которую разработали французы было просто потрясающе феллер вместе с подельниками агно о шаг и сирилл мах золо оказалось действовали следующим образом цирилл мах золо смотрел позиции на компьютере и с помощью специального кода передавал смс-сообщение арно шару который находился в зале арно шар вот как как проходит олимпиада как 4 шахматиста с одной стороны 4 шахматиста с другой стороны получается 8 шахматистов и вот этот самый арно шар подсказывал себастьяну феллеру следующим образом он подходил к одному из шахматистов которые играли и на некоторое время задерживался около него была спица каждый шахматист который играет во время тура он приобретал некий код ну то есть то есть например букву а это был ваш елограф буква б это был феллер буква c это там влад качок вот он вставал например около ваш елограва и феллер понимал что ему надо пойти по вертикали а потом о шар переходил к другому шахматисту и становилось понятно какая эта клетка опять например он понимал что ну поскольку гроссмейстер опытный шамадист он понимал что на клетку опять нужно поставить какую-то фигуру и соответственно уже в процессе размышлений понимал какая эта фигура эта система безнаказанно проработала всю олимпиаду в ханты мансийске из-за напряженной атмосферы федерации шахмат франции дело получил огромный резонанс шли постоянные суды и апелляции некоторые защищали феллера счастливая что никаких доказательств не было феллер бегал по судам продолжая кстати в на тот момент участвовать в турнирах пока все же не было принято окончательное решение о его дисквалификации до 2015 года срок дисквалификации давно прошел и феллер с а шаром продолжает выступать в турниры как ни в чем не бывало а вот компьютерный мозг серил марзало который собственно сидел дома и смотрел ход и таинственным образом исчез из шахмат он не появляется на очных турнирах даже на родине вот такие друзья 10 историй о читерстве до драматичных событиях связанных с нечестной игрой в шахматах я надеюсь что эта ситуация 2024 году будет меняться будут приняты совершенно другие меры безопасности на турнирах 2023 год доказал нам на самом деле что читерство возможно не только онлайн но она очень распространено офлайн смотрите результаты Ханса Нимана на некоторых турнирах смотрите наш эфир со Владимиром Федосеевым об опене в Катаре и вы поймете что ситуация в шахматах уже достигла своего апогея и надеемся что она будет в этом году меняться в лучшую сторону подписывайтесь пожалуйста на канал чтобы следить не только за читерскими разборками и драмами но и за всей шахматной жизнью которую мы по возможности освещаем с вами был Илья Левитов всего доброго до свидания